Встреча с Викторией Лопатайте За три дня до Нового года новый аэропорт примет первый рейс под новым названием. Увидите, как выглядит новый терминал. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 7,75% годовых. Снижение сразу на полпроцента не могли предсказать даже аналитики. По их мнению, регулятор мог снизить ставку лишь на 25 базисных пунктов до 8%. В сообщении Центробанка значится, что понижение связано с низким уровнем инфляции. Вот как это событие комментируют специалисты. Восемь лет строгого режима за Москворецкий суд Москвы признал виновным в получении взятки бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает Федеральное информагентство. Экс-министра приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей. Улюкаев был взят под стражу в зале суда. На вопрос журналистов, будет ли он просить о помиловании, бывший чиновник не ответил. Известно, что защита собирается обжаловать решение суда. Отмечу, Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы Роснефти Игоря Сечина взятку в 2 миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет Башнефти. Примечательно, что сам Игорь Сечин не присутствовал ни на одном судебном заседании, хоть и получал повестки. Этот факт не остался незамеченным. Накануне Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Татьяны Фельгенгауэр про две правовые реальности, сказал, что Сечин в суд мог исходить бы. Ничего такого в этом нет. А вы считаете приговор справедливым? Эту тему обсудим в прямом эфире. Как вы считаете, заслуживает ли Улюкаев такого наказания? Пишите смс на номер 9020, комментируйте эту новость в нашей группе ВКонтакте, а также пишите в вайбер ватсап номер 8 923 165 45 00. Выборы президента России официально назначены на 18 марта. Такое решение сегодня принял Совет Федерации. Предвыборная кампания начнется после публикации в официальных органах печати. Произойдет это в понедельник, 18 декабря. Также Центральная избирательная комиссия со следующей недели начнет информационную кампанию к выборам президента. Избирателям расскажут о новшествах голосования. Так каждый гражданин сможет отдать свой голос за кандидата там, где находится в день выборов. Теперь получать открепительный лист нет необходимости. Ну а новости ТВК решили узнать у политологов, с чем пойдет на выборы Владимир Путин, чем удивит нынешний президент и какие основные пункты могут фигурировать в его программе. Давайте послушаем. Когда мы говорим удивлять, то Путин удивлять не может. Вот удивлять может Собчак какими-то неожиданными заявлениями, какими-то там даже страординарными и суперкреативными идеями для того, чтобы привлечь к себе внимание. Путин должен быть понятен, предсказуем и в каких-то местах даже очевиден. Все-таки доминанта его это что, опять стабильность? Думаю, да. То есть это некое обещание стабильности, некое обещание продолжения того, что было до сих пор. Но в любом случае, как бы обрисовать, в чем это обещание и как оно будет устроено, все равно ему придется. И все равно придется отвечать на эти вопросы. Пока они остаются открытыми. Ему нужно вселить надежду в избирателе, надежду на лучшее. Это просто необходимо, потому что какие бы у тебя не были заслуги в прошлом, но если ты не даешь людям надежду в будущем, ну у тебя будут проблемы с рейтингом, с доверием. Те проблемы, которые стоят с их стороной, их в рамках существующей системы не разрешить. То есть ее нужно как-то менять, как-то что-то нужно делать. И ничего не прилагается. Поэтому вот большой знак вопроса на будущем и на программу аппетитивной, и с чем Путин идет. В целом, если говорить о какой-то программе, Владимир Владимирович, то она ему и не нужна. Потому что все, что он говорит и делает, это и есть такая многолетняя, единая предвыборная платформа, на основе которой, так сказать, он и идет на этих выборах. Ему надо, конечно, быть над партийным лидером, над схваткой. Он как бы президент всего народа. Вполне логично ему идти, конечно, не от партии, а от самого движения. Лично не получилось, но мы все-таки зададим вопрос президенту от Красноярцев. Новости ТВК отправили в приемную Владимира Путина. Напомню, накануне в Москве прошла большая пресс-конференция, на которой собрались около 1600 представители российских и зарубежных СМИ. В зале присутствовала и корреспондент ТВК Екатерина Кашурчик с вопросом, который выбрали наши телезрители про газификацию Красноярского края. Вопрос озвучить не удалось, поэтому сегодня мы написали официальное письмо в приемную президента. Редакция новостей ТВК подготовила официальный запрос президенту России Владимиру Путину. Вот так он выглядит. В нем мы указали вопрос, который планировали задать накануне. Напомню, вопрос звучит следующим образом. Уважаемый Владимир Владимирович, знаете ли вы о том, что в Красноярске серьезные проблемы с экологией? Большинство экспертов считают, что единственная возможность радикально изменить ситуацию является газификация региона и перевод ТЭЦ на природный газ. Как так получается, что такая большая и сильная страна, которая несколько лет назад встала с колен, ведет военную операцию в Сирии и прощает многомиллиардные долги другим странам и не может найти деньги на газификацию ключевого региона страны, региона донора? Запрос сегодня мы отправили в электронном виде, в управление президента по работе с обращениями граждан и организаций и в пресс-службу президента. Примечательно, что последние работают при помощи факса, а не при помощи электронной почты. Согласно закону о СМИ, запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение 7 дней. От срочков предоставления информации не может превышать 15 дней. Ответ мы рассчитываем получить до Нового года. Мы продолжаем. И к вашим СМС-сообщениям, я напомню, мы обсуждаем, считаете ли вы приговор Алексея Улюкаевым справедливым. Напомню, 8 лет строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. Все, кто вредит своему народу, должны познать участь Улюкаева. В советское время за такое давали расстрелы. Сейчас уголовный кодекс подогнали власти под себя. Он отсидит года три, его отправят на поселение. Вот и все наказание. 8 лет плюс конфискация всего имущества и аннулирование счетов близких родственников в пользу домов престарелых, детских домов и интернатов. Это, очевидно, такую альтернативную меру наказания предлагают. Таким, как у Улюкаев, только расстрел, как в Китае. Есть и такие радикальные мнения. Мы продолжим читать ваши сообщения чуть позже, а после рекламы покажем, как будет выглядеть новый терминал аэропорта. Не переключайтесь. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем. На выходные синоптики обещают снегопад. На все территории центральных и южных районов края ожидается повышение дневной нормы осадков. МЧС советует водителям быть осторожными, особенно если вы планируете дальние поездки. Так в субботу и воскресенье прогнозируется ухудшение видимости на дорогах. Госавтоинспекция призывает автовладельцев соблюдать скоростной режим. Почти 6 миллиардов рублей, два года работы и терминал готов к сдаче. Сейчас в здании нового аэропорта идут последние отделочные работы, но уже 26 числа его обещают открыть. А почему в зале терминала появится еще и лодка? В сюжете Маргариты Дюбановой. Все каски одели. Это строительная площадка. Новый пассажирский терминал в аэропорту Красноярск сейчас действительно строительная площадка. В пустых залах встречаются только рабочие, остались последние штрихи. Новый аэровокзал теперь крупнейший за Уралом. Площадь терминала 58 тысяч квадратных метров. Обслуживать он сможет 2,5 миллиона пассажиров в год. И на всех 26 стоек регистрации. На одного пассажира отводится 45 секунд. Кроме того, здесь будут усиленно следить за безопасностью. Установили 500 камер видеонаблюдения, которые сами фиксируют подозрительное поведение людей, скопление народа и оставленные вещи. Кстати, любой багаж проходит 5 уровней досмотра. Также здесь появилась автоматическая система сортировки багажа. В час пик она позволит обрабатывать более полутора тысяч сумок. Это единственная такая система за Уралом. Сейчас она есть только у нас в Красноярске. Новый терминал будет не только безопасным. На втором этаже разместится галерея с оригиналами картин Сурикова и фотокопиями из московского музея. А на первом установят лодку, какую пока держат в секрете. Символизирует науку. В нашем крае спутник в реальную величину. Это его макет делали специально на заказ. Скоро на нем еще появятся солнечные панели. Арт-объекты выбраны не случайно. Концепция нового терминала – Енисейская Сибирь. И отталкиваясь от этого, создавали дизайн во всем здании. Концепцию выбирали коллективно. Это продукт коллективного творчества. Енисейская Сибирь – это то, что находится вдоль Енисея. Это приенесейская территория. Речь идет о Кызыле, о Красноярском крае, включая его северная территория и, конечно, Хакасии. Я уверен, что через несколько лет эта территория станет такой более целостной в экономическом плане. И вот сам термин Енисейская Сибирь приобретет и конкретный смысл, а самое главное – это войдет в обиход красноярцев. Концепция изначальная была именно, чтобы можно было самоидентифицироваться жителям Красноярского края. Нам есть действительно чем гордиться. Это наша самая крупная полноводная река Российской Федерации, которая входит в топовые реки всего земного шара. И, конечно, это отражение именно течения нашей реки Енисея. И поэтому пол отражает течение реки, а над ним, по задумке, небо. Пусть от рейса в новый терминал уже 27 декабря, но пока только внутренние. А международные – в третьем квартале 2018 года, когда появится разрешение. Маргарита Дюбанова, Владимир Антонов, Новости ТВК. Юлия Кулакова уволена с поста директора краевой филармонии. Контракт с ней был расторгнут 12 декабря по соглашению сторон. Исполнять ее обязанности временно будет первый заместитель Андрей Позолотин. Затем будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Напомню, в отношении Кулаковой было возбуждено два уголовных дела. Ее подозревают в многомиллионной растрате. В середине сентября суд отправил Кулакову под домашний арест. Изнасиловал за две конфетки. Накануне состоялось судебное заседание по делу об изнасиловании шестилетней девочки в детском саду. Случай произошел в Ачинске. И по версии следствия, 50-летний мужчина ремонтировал кран в туалете. Когда туда зашла девочка, подозреваемый совершил сексуальное насилие. А все происходящее он снимал на видеокамеру. И вот что говорит мама ребенка. Он говорит, что я не насильна. Как бы я не говорю, что он насильен там что-то. Она не говорила так. Она сказала сразу, что вот он предложил ей две конфетки. В этот день были эти две конфетки. На что я у ребенка спросила, я тебе конфетки покупаю. Она сказала, покупаешь, у тебя же не было в этот день в садике. Ты же там не работаешь. Вот вчера, сидя в суде, я смотрела на него. Я смотрела почти весь процесс на него. Он ни разу не повернулся. Фильм «Звягинцева нелюбовь» попал в шорт-лист «Оскара». Об этом сразу после рекламы расскажем. Мы продолжаем. И я напомню, что мы сегодня обсуждаем приговор Алексея Улюкаеву. 8 лет строгого режима. Что вы думаете? И согласны ли с таким приговором? Считаете ли его справедливым? Задается вопросом, что же на самом деле он натворил? Скорее всего, не поделился, отвечают тут же зрители. В итоге 2-3 года звездой полежит и домой. Чего ему и им подобным боятся? Каким бы он взяточником не был, ни одному кажется, что процесс шел крайне неправильно. Скажите мне, кто разбирается в этом, может ли свидетель не явиться в суд? Года три в вип-камере посидит и медаль получит. Вы очень интересные люди. Не посадили, значит своего никогда не накажут, показуха и так далее. А посадили, как же так? Это же святой человек, не виновен и подстава. Ну что ж, вот такие сообщения приходят. И судя по всему, большинство людей с этим приговором все-таки согласны. Мы продолжаем. По стенам пошли трещины, крыша дышит на ладан. В поселке Каменный яр, что в Емельяновском районе, закрыли единственный детский сад. Здание уже 50 лет и оно нуждается в ремонте. Но на время работ новый садик никто открывать не будет. И жителям, скорее всего, придется возить детей в соседние поселки. Все подробности в сюжете Елизаветы Курочкиной. Я рисую военную службу, а я еще в интернете. Хотите и в сад? Да. Ульяна, Ваня и совсем маленькая Алена уже больше недели рисуют и мастерят поделки дома. Друзей видят только на улицах. Сколько еще им придется так сидеть дома, вопрос открытый. Их детский сад, единственный в поселке Каменный яр, закрыли в начале декабря на ремонт. Позвонили, сказали с 3 до 4 срочно забрать детей. И так как обнаружилось, что по потолку пошли трещины, то есть треснули несущие балки на потолке. Зданию детского сада больше 50 лет. Логично, что его нужно подлатать. Вот только крышу здесь уже меняли 9 лет назад. Видимо, не капитально. Какие-то стропилы бы заменить, перекрытия, никто их никогда не менял. Долгий же процесс, да? Я думаю, да. Родители предполагают, что ремонт затянется минимум до марта, а то и до лета. До этого времени нужно распределить 42 ребенка. 10 из них живут в соседних поселках и пойдут в садики по местам жительства. Остальные, кто куда попадет. Это либо Минина, Элита или Иловая. Вопрос доступа к этим населенным пунктам родители должны решить самостоятельно. Нет возможности подвозить дошкольников, потому как автобусы, согласно ГОСТам, подвозят детей с 7 лет. Наши школьные автобусы не оборудованы специальными иными ремнями для подвоза дошкольников. Есть еще у нас Каменный Ярская школа, но там, сами понимаете, идет учебный процесс, и там как бы тоже нет возможности. И вот новогодние утренники мы проведем однозначно там для детей детского сада. Поселок Каменный Яр не настолько большой, чтобы здесь на время ремонта старого детского сада открывать новый. И чтобы возить деток в детские сады в соседние поселки, нужен автомобиль. Разумеется, есть он здесь не у всех, ну или не все готовы тратить больше денег на бензин. Поэтому у родителей остается лишь два варианта. Это электричка или автобус, который ходит здесь только по вторникам и четвергам. В управлении образования по Емельяновскому району окончательное решение пообещали принять в понедельник. Елизавета Курочкина, Михаил Зинкевич. Новости ТВК. Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского заложат в основание памятника. Об этом сегодня сообщил член рабочей группы, руководитель администрации, губернатора Сергей Пономаренко. В основание памятника будет заложена капсула с частью праха Дмитрия Александровича. Поэтому, безусловно, мнение 70 является очень важным. Различные варианты установки памятника сегодня обсуждались. Поэтому, возможно, памятник Хворостовского именно на театральной площади установить, а ту скульптурную композицию, которая сейчас есть, перенести в другое, тоже какое-то знаковое место. Также сегодня в правительстве обсуждали, какие учреждения назовут именем Дмитрия Хворостовского. Это музыкальная школа номер 4, Институт искусств и Государственный театр оперы и балета. Все эти учреждения сыграли важную роль в яркой карьере певца, поэтому обделять какой-то из них было бы несправедливо, рассказали в Крымом правительстве. Окончательное решение примут в ближайшее время. Нелюбовь Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар». Кинокартина российского режиссера попала в номинацию «Лучший иностранный фильм». Всего члены Американской киноакадемии выбрали 9 фильмов. В январе из них выберут 5 номинантов, а победителя объявят на церемонии вручения статуэтки 4 марта. Напомню, ранее «Нелюбовь» уже была номинирована на премию. В декабре фильм выдвинули на «Золотой глобус». Красноярцев приглашают встретить Советский Новый год, а специалисты проверяют качество искусственных елей и гирлянд. Подробности в рубрике «Новости коротко». Красноярцев приглашают встретить Новый год по-советски. Такие экскурсии организовывает музейный центр «Площадь мира». Так, на экскурсии можно будет узнать, как создавались праздничные персонажи, прогуляться по коммунальной квартире, а также увидеть игрушки советской эпохи. Экспонаты собирались по всему городу. Собственно, экскурсия платная – 250 рублей. Их проведут 23 и 28 декабря, а также 6 и 13 января. Запись по телефону – 212-45-97. А вот Центр стандартизации метрологии провел исследование искусственных елей и гирлянд. У всех образцов елей не заделаны концы острой проволоки, а у всех образцов гирлянд нет маркировки. Специалисты рекомендуют при выборе елки ориентироваться на устойчивость подставки, прочность и безопасность веток, а также на маркировку производителя. Также при выборе гирлянд нужно обращать внимание на маркировку, проверить изоляцию и крепление проводов и обратить внимание на длину провода между вилкой и первой лампой. Она должна составлять не менее полутора метров. А вот Красный Яр останется в собственности у местных предпринимателей. Ранее сообщалось, что торговую сеть может выкупить федеральная торговая марка «Магнит». Решение принял, собственно, сам собственник. Более того, в следующем году они планируют расширить сеть, открыть около 100 магазинов Красного Яра и Батона. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Увидимся.